На территории Российской Федерации реализуются сейчас национальные проекты. Мы являемся кураторами на территории Красноярского края, прежде всего, национального проекта «Жилье и городская среда», ну и его региональной составляющей, который состоит еще из нескольких региональных проектов. Это переселение граждан из Ветхого аварийного фонда, это жилье, это формирование комфортной городской среды, их три. Два из них непосредственно завязаны на территории города Ачинска, как и на территории других муниципальных образований. Два раза президент акцентированного внимания на том, что необходимо ускорить работу по переселению граждан из Бараков. Поэтому мы прекрасно понимаем, что та программа, которая реализуется сейчас на территории Красноярского края, по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, соответственно, будет и сейчас она запланирована к реализации в срок до середины 2025 года, будет значительно сдвинута влево. Первый раз об этом говорю, но по нашим оценкам, эту программу мы должны завершить к концу 2023 года, то есть раньше на полтора года. Учитывая, что город Ачинск является активным участником этой программы, первый этап мы здесь уже реализовали различными механизмами, в том числе и строительством жилого дома на площадке, которого мы сегодня побывали в рамках объезда, меня очень интересовало мнение жителей по поводу тех квартир, которые они получили. Смотрим те объекты, которые у нас построены в рамках переселения из аварийного фонда, вам нравится? Я очень довольна, очень тепло. В вашем возрасте самое главное, чтобы было тепло. Ну а вообще? Вообще, ну конечно, квартира большая, шикарная квартира, потому что было. Замечания какие-то к строителям есть? Ну, проблемы вообще там были, как-то все было исправлено. Ну спасибо. Я надеюсь, что это вас не строители сюда поставили заранее. Если строятся дома, где жалоб, как я понимаю, если они возникают и тут же устраняются, ну, наверное, как-то так и надо продолжать. Вы сегодня побывали на доме, который сдавался в осенью прошлого года. В городе есть дома, которые несколько лет назад уже сдавались по программе переселения людей из аварийного жилья, например, Юго-Восток 63-64, и они сейчас уже практически там отрезкаются, очень много жалоб и замечаний со стороны жильцов. Предусмотрена ли министерством какая-то программа поддержки и отслеживания качества жилья, которое несколько лет назад было сдано? Каким образом люди могут претензионную работу свою вести уже, когда гарантийный срок вот по этим домам с подрядчиком истек? Здесь дело даже не в гарантийном сроке, однозначно предусмотрены все меры по сопровождению домов, куда переселены люди из аварийного жилья, причем я хочу сказать, что они предусмотрены, начиная с самого высокого уровня. Фонд ЖКХ пристально отслеживает этот процесс, министерство отслеживает это вообще на уровне администрации города Ачинска есть специально созданная для этого комиссия, которая принимает жалобы жильцов. Мало того, по каждой такой жалобе формируется отдельный план мероприятий, подписывается главой, и потом он в течение года за него отчитывается с контролем министерства. Поэтому здесь никаких проблем быть не должно. Вы еще говорили, что одной из целей вашего визита является формирование мероприятий, которые помогут в будущем избежать проблем, в том числе и в благоустройстве, и в строительстве. Почему возникают вообще проблемы на этапах благоустройства? Не хватает специалистов на местах, либо недобросовестность подрядчиков, на ком в основном ответственность лежит? Вы знаете, почему возникают проблемы в любой трудовой деятельности на территории Российской Федерации целый комплекс? Вот все, о чем вы говорили, это фактически, да, это проблемы. Это и недобросовестность подрядчиков в каких-то случаях, это и некачественно поставленные материалы в каких-то случаях, это и недоработки проектной документации, недоработали проектировщики, архитекторы, да, и масса, масса на самом деле рисков, которые возникают при реализации проекта. Наша задача их минимизировать. Поэтому на уровне региональном создан отдельный центр компетенции, называется он Институт города, автономная некоммерческая организация, это совместное детище Сибирского федерального университета и правительства Красноярского края, которое осуществляет экспертную работу по всем вопросам, связанным с благоустройством. И в этом году те проекты, которые будут реализовываться в 2021 году, разрабатывались впервые именно профессиональными архитекторами при их непосредственном сопровождении. Поэтому я надеюсь, что риски, связанные с качеством проектной документации и там с архитектурными решениями, нам удалось минимизировать. Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с подрядчиками, они всегда есть, подрядчики разные, да, конкурсные процедуры. Мы специально провели все конкурсные процедуры, ну, январь, город-контракт заключает с подрядчиками. Они успеют до момента, когда снег сойдет и можно будет приступить к работе, организовать работу таким образом, чтобы, во-первых, понять, как и когда синхронизировать поставку малых архитектурных форм, синхронизировать поставку материалов и так далее. Для того, чтобы вот нам опять не уходить в осень. У нас это зачастую, очень часто бывает, что снег лежит, а мы бручатку докладываем, да. Такие случаи бывают. Я знаю, что и в Ачинске в прошлом году были претензии. Поэтому, чем раньше мы заключим контракты, чем раньше мы начнем работать с подрядчиками, все мы не бросаем город один на один с подрядчиками, мы тоже участвуем все в этом процессе. Поэтому я думаю, что в этом году мы действительно благоустройство будем выполнять на ином качественном уровне, нежели это было в предыдущие годы, в соответствии с распоряжением губернатора. Вот проблема благоустройства, она не только для Ачинска. Допустим, в Назарово тоже, даже губернатор отметил, что один из проблемных городов. В конце прошлого года серьезная проблема. Как на ваш взгляд, вот объем оплаченных подрядчикам средств, насколько соответствует фактически принятым работам? Он соответствует одно другому. Невыполненные работы оплачены быть не могут. Это, извините, не то, не должностное преступление. Сейчас уже намечены планы и в ближайшее время приступят к реализации, к приведению в порядков объектов придорожного сервиса на дороге Красноярска-Бакан. Но мы прекрасно понимаем, что основной поток внешних гостей, внешнего туризма у нас идет с запада. Идет он через Ачинск, Назарово, Ужур. Ачинск в этом случае является фактически, не скажу визитной карточкой, но первым впечатлением гостей территории Красноярского края, потому что это первый населенный пункт. Первое впечатление, наверное, приветственная улыбка, скажем так. Но пока улыбка, вот мы сегодня вместе с местной властью посмотрели, выглядит несколько кривовато. Поэтому хотелось, чтобы она выглядела более доброжелательно. И поэтому окружающую действительность вокруг, в том числе, трассы транзитной, которая будет служить транспортной артерией для туристов, хотелось бы привести в порядок. Подытоживая свою речь, цель нашего сегодняшнего визита – это синхронизировать усилия с местной властью по формированию плана мероприятий и по формированию подходов к тем мероприятиям, которые мы будем реализовывать в 2021 году, чтобы начать приведение всех, всей внешнего облика города Ачинска, переведет его на иной качественный уровень. Что я отмечу? Ну, во-первых, мне, наверное, как специалисту, который занимается отдельными видами деятельности, очень хорошо, я, наверное, здесь не погрешу против, естественно, бросается за силе реклама, вывесок. Мне кажется, что во внешнем облике города это немаловажная часть, поэтому сегодня мы будем разговаривать и об этом тоже. Каким образом? Потому что нормативная база на это существует с прошлого года, это входит в полномочия, требования, разработка требований к размещению рекламных конструкций входит в полномочию нашего министерства. Ну и плюс к этому вывески на домах, которые просто за силе, коллеги, извините, это нужно все приводить в порядок, как минимум. Общественное пространство мы сегодня побывали на нескольких. Существуют недостатки в текущем содержании. Ну, снег просто не убирается. Поэтому с главой мы этот вопрос обсудили. Я думаю, что мы найдем, скажем так, способ воздействия на ту компанию, которая отвечает за содержание, для того, чтобы общественное пространство они для того и приводятся в порядок, чтобы имели круглогодичный режим использования. Ачинск – интересный город. Здесь есть что посмотреть. Поэтому я думаю, что применительно городу Ачинску мы в этом году достигнем результатов, за которые нам не будет стыдно в конце года. Продолжение следует...